Евгений Червяков родился в селе Абдулино Самарской губернии в 1899 году. Учился в мужской гимназии. В 1917 году в составе Красной гвардии принял участие в нескольких боях. В 1918 году отучился на актерском отделении драматургической школы Уфи и с 1919 по 1921 год служил в рабочем театре Ейкратко СКА. В 1924 году переехал в Ленинград, где работал актером и ассистентом режиссера Севзапкина. Одновременно продолжал учиться и в 1925 году закончил государственный техникум кинематографии. Ныне ВГИК с конца 1920-х работал первым режиссером. Поставил такие фильмы, как «Девушка с далекой реки» 1927 год и «Поэт и царь» 1927 год. Совместно с Владимиром Гордином, последняя работа, не только первые фильмы о Пушкине, но и первая советская кинопостановка на историко-биографическую тематику. Отсутствие опыта в воплощении этого жанра сказалось как на художественных качествах, так и на исторической достоверности фильма. Как серьезный недостаток постановки критиками часто упоминается отсутствие портретного сходства. Евгения Червякова со «С. Пушкиным», роль которого тот исполнил в картине сам. При этом большинство источников считают, что фильм имел известное культурно-просветительное значение, привлекал зрителя своей темой и был одной из наиболее посещаемых картин всех лет. Александр Довженко очень высоко отзывался о творчестве Евгения Червякова. Он первый создал у нас лирический жанр, и я много у него воспринял. Работу в кино совмещал с преподаванием в Институте сценических искусств. Среди его учеников Илья Фрис, Сергей Поначевный, Леонид Кмит и другие. Начало Великой Отечественной войны застала Евгения Червякова в Ленинграде. Вместе со студией «Ленфильм» он подлежал эвакуации, но написал заявление с просьбой оставить его для участия в защите в города. В 1941 году режиссер выпустил сюжет «У старой няни» для боевого киносборника номер 2. Август 1941 года. А также в качестве актера снялся в главной роли сюжета. В случае на телеграфе, французский император посылает Гитлеру телеграмму. «Не советую, пробовал, не вышло.Наполеон». В начале осени 1941 года Евгений Червяков ушел на фронт. Был младшим командиром, помощником командира взвода. С 18 ноября 1941 года обучался на краткосрочных командирских курсах. В декабре 1941 года назначен командиром стрелковой роты 163-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии, 54-й армии, в звании лейтенанта. 16 февраля 1942 года в бою получил пулевое ранение живота. Попал в Митцанбад, где скончался 17, в ряде источников 19, февраля 1942 года. В мае 1964 года его прах был перенесен в братскую могилу мемориала в поселке Новая Малукса, Ленинградской области. А имя увековечено на мемориальной плите.